Привет YouTube! Привет подписчикам зрительной канала Тикнекс Ревьюз. Сегодня у нас тест системы для приготовления пищи и разогрева пищи и напитков фирмы Эсбит. Это система, которая имеет артикул CS585HA. Вот такая система. Я упаковку убираю, также мешочек в которой она упаковывается с эмблемкой фирмы Эсбит. Убираю в сторону. В комплект входит вот этот мешочек, о котором мы уже поговорили, посуда с мерными делениями, печка или горелка под сухое горючее и крышка для данной посуды. Сегодня в тесте участвует пол литра воды, которая вот уже приготовлена, отмерена в мерном стакане. Я ее заливаю в посуду. Это максимум объема, который может принять данная посуде. Для проведения теста будем использовать сухое горючее фирмы Эсбит, которая, вот как указано здесь на горючем, это одна таблетка 14-граммовая, закипятит пол литра воды за 7 минут. То есть такие данные этого сухого горючего. А сама таблетка горит 12 минут. То есть получается, что она будет гореть дольше, чем успеет закипятить для нас эту воду. То есть сухой спирт упакован вот в такие блистеры по три штуки. Вот один из этих кубиков мы берем для проведения данного эксперимента. Вода залита, теперь получается нам нужно только разжечь спирт и можно будет засекать время. Время будем засекать по телефону. То есть вот есть такая программа, которая секундомер. Соответственно по ней будем засекать время. Итак, разжигаем спирт. Я думаю спирт разжечь таким образом. И устанавливаю посуду с водичкой. Накрывать посуду я не буду для того, чтобы была чистота эксперимента. В чем она заключается? Что при сравнении разных систем, ну наверное можно и уже запустить время, поскольку спирт уже разгорелся. Запускаем время. То есть для сравнения на другой системе, которая имеет индекс CS985HA. Мы также будем кипятить 500 миллилитров воды и без участия крышки, которая закрывает кастрюльку. Поэтому для равных условий в этом эксперименте мы также крышечку использовать не будем. Ну а теперь собственно остается ожидать результата. Единственное, что я могу добавить из теории, это то, что фирма «Эсбит» позиционировалась начиная с 1936 года на производстве как раз сухого горючего и систем использующих сухое горючее. Такие системы применялись в различных армиях, в вооруженных силах различных государств, также для туристов и других людей, которым необходимо приготовить пищу или разогреть пищу на открытом воздухе, то есть вне цивилизации. Сейчас у нас уже в эксперименте минута 45, пока видим только активное горение спирта и никаких, скажем, признаков пока нагревания водички нет. Единственное, что можно попробовать, но уже теплая. Уже вода теплая, то есть будем ждать готового результата, для того, чтобы оценить время, за какое время это произойдет, закипание водички. Я могу повториться о том, что вот на упаковке сухого горючего указано, что таблетка весом 14 граммов, это такая таблетка, как мы положили в горелку, должна закипятить пол-литра воды за 7 минут, а сама такая таблетка, 14 граммовая, сгорает за 12 минут. Ручки кастрюльки сделаны термозащищенными, то есть пластиковые трубочки одеты, которые позволяют даже горячую кастрюльку брать в руки, не боясь обжиться. Уже у нас времени 4 минуты, можно считать, пока водичка греется. Что нужно сказать о сухом горючем? О сухом горючем можно сказать то, что это горючее, ну собственно и сухой спирт, и жидкий медицинский спирт, это горючее, которое может быть использовано в экстремальных условиях, условиях холода, экстремального холода, потому что газовые горелки на жиженом газе могут при низких температурах не работать, поскольку не будет происходить испарение газа, и соответственно нечему будет гореть. не будет газовой фазы у жидкого газа, будет только жидкая, а жидкая не горит сама по себе. А сухое горючее, сухой спирт и спирт жидкий медицинский, он не замерзает и может быть использован и в высокогорных условиях, и в условиях Крайного Севера, в полярных условиях, то есть это горючее, которое не боится низких температур, там где газ может отказать и не справиться с задачей. Я думаю, что, наверное, показатели производителя о том, что за 7 минут закипит пол-литра, это не совсем правда. Скорее всего, что фирма эти данные получает в каких-то идеальных условиях, которых мы просто не можем обеспечить. Но зато мы сможем получить фактические данные, то есть вот непосредственно перед экраном увидеть, как это действительно происходит и за какое время на 14-граммовой таблетке спирта закипит пол-литра воды, 500 миллилитров воды. Спирт горит активно, надо сказать, то есть донышко фактически полностью покрывается пламенем, столбик пламени плотный от этой таблетки. Собственно, что и говорит рынок и отзывы тех людей, которые эксплуатируют данное горючее, что это одно из наиболее высококачественных горючих сухих фирмы Эсбит, по сравнению с другими имеющимися на рынке. Хоть оно и, в общем-то, дороже, чем другие виды горючего других производителей, но его качество очень высокое. То есть оно имеет плотное пламя, хорошую температуру пламени и низкую зольность, то есть остаток минимальный получается в качестве золы после сгорания таблетки. И также не дает практически копоти. То есть фактически кастрюля остается чистой, не закопченной. Ну вот мы имеем уже 7,5 минут, пока, конечно, водичка у нас не закипела. Но кастрюлька уже имеет температуру такую, что дотрагиваться до нее уже нельзя. Будем ждать. И по фактическому закипанию. Обычно в своих тестах я использую термины, когда закипит ключом. Закипит ключом, это значит, когда уже большим пузырем. Вот это кипение ключом, то, которое нам и нужно отметить для окончания теста. Ну, пар уже идет. То есть, можно сказать, что и звук появляется. То есть, появляется шум, вот как при нагревании, при кипении воды. Соответственно, мы, вероятно, уже находимся недалеко от того момента, когда вода закипит. На этот момент прошло 9 минут. Фактически, если по паспортным данным сухого горючего, то получается, что у нас осталось 3 минуты горения таблетки. Хотя, по внешнему виду, там запас этой таблетки еще достаточно большой. Может, даже и больше, чем 3 минуты, и она будет гореть. Слышно шум, идет пар, то есть, момент кипения в любом случае приближается. Продолжение следует... Ну, наверное, все-таки, как раз одна таблетка рассчитана на закипание 500 миллилитров воды. То есть, явно таблетка уже сгорела больше, чем наполовину. Но и вода нагрелась уже больше, чем наполовину. То есть, есть надежда, что уже скоро мы получим закипание. Времени сейчас вот заканчивается 11 минут. Спирта вроде бы как и немного осталось уже, горка такая, но пламя все равно достаточно высокая. Вероятно, высота горелки, вот эта, рассчитана таким образом, что пламя все равно упирается в днище кастрюльки. Раз оно упирается в днище кастрюльки, значит, оно отдает тепло именно на нагревание. Но выделение пара усиливается. Я думаю, что скоро уже вода закипит. И звук тоже меняется. Звук вот этого нагревания закипания меняется в сторону закипания. Вот то, что я рассказывал, ножки, пластиковые ножки у печки, позволяют ее использовать на различных поверхностях. Вот она стоит на ткани, и фактически с тканью ничего не происходит, поскольку она защищена вот этими пластиковыми ножками. От контакта с самой печечкой. Ну, по длительности горения таблетки производитель сказал с запасом, потому что вот уже у нас 12 с половиной минут, а таблетка еще горит. А согласно его паспортных данных, она должна сгореть за 12 минут. Пламя тоже, пламя достает до кастрюльки. И наверняка, если бы была накрыта кастрюлька крышкой, я думаю, она бы уже закипела. Поскольку расход тепла все-таки через испарение сверху тоже существенный. Ну, и нужно сказать, что горение сухого горючего, конечно, менее интенсивно, чем горение вот такой вот жидкостной спиртовки. Звук усиливается. Пузырьки уже идут от дна, мелкие. То есть, вот-вот мы находимся на моменте закипания. Ну, я хочу увидеть закипание ключом, то есть, чтобы действительно убедиться в том, что вода полностью закипела. Ну, и получается, что вот сейчас таблетка, я думаю, через минутку-полторы догорит. И, наверное, столько же времени потребуется и для закипания воды. То есть, на данный момент мы имеем 14 минут 30 секунд. Это и время горения таблетки, и время нагревания воды. Поскольку оно у нас фактически одновременно было запущено. Чуть раньше таблетка загорелась. Ну, вот, да, вот уже можно сказать, что вода закипает. Интенсивность паровыделения увеличивается. И звук даже затихает, как это обычно и бывает при появлении явных признаков кипения. То есть, звук уменьшается, и начинается бурное выделение пузырей. Оно может быть даже не столько пузырей, сколько просто как волновые выбросы такие идут. Все, можно считать, что вода закипела. Вот мы видим сейчас 15 минут 33 секунды. Вот это время закипания воды. И, собственно, время... Я уберу водичку. Вылил воду и покажу, что спирт еще, в общем-то, горит. Еще догорает. Ну, и, собственно, на этом можно прервать эксперимент. То есть, получается, что фактически у нас на 14-граммовой таблетке вскипело 500 мл воды за 15 минут 33 секунды. Почему производитель говорит о том, что это происходит за 7 минут, я не знаю. Наверное, он создает какие-то идеальные условия, в которых это действительно может произойти. Но у нас так не получается. Все, потушил. На этом эксперимент закончен. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok